Знания на свежем воздухе. Нижневартовские студенты изучают лучшие европейские практики по оценке и сохранению биоразнообразия. Впервые в столице Самотлора начала работу международная летняя школа. Помимо лекций и семинаров, будущих экологов ждет ряд практических заданий на природе. Студенты будут работать на учебно-полевой базе НВГУ в районе реки Большой Йоган. На территории эколого-просветительского центра «Хуторок» первой исследовательской площадкой стал музейный этнографический парк «Югра». Вместе со студентами разнообразный мир растений и насекомых «Югры» изучала Елена Составова. Княженика, хвощ, морожка. Они первыми отправятся в коллекцию второкурсников. Сейчас многие растения цветут, и это хорошо. По правилам гербарий нужно размещать растения обязательно с цветком и корнем, чтобы правильно его определить. Вместо отдыха на пляже нижневартовские студенты выбирают практические знания. Они готовы работать в лесах и на болотах. Задача не из легких. В «Югре» сейчас буйствуют комары, мошки и оводы. Поэтому юные исследователи хорошо экипированы. Резиновые сапоги и плотная одежда – обязательные средства защиты в полевых условиях. За музеем Стойбища начинается наш путь, начинается наша экологическая тропа протяженностью около 5 километров. И мы с вами выйдем… Нет, на него не пойдем. Мы на медвежий пойдем. На медвежий? Полтора километра. Хорошо, полтора километра. Мы с вами выйдем в районе реки Айкартепья. В летней школе обучается 40 студентов. Задача первокурсников во время экспедиции – собрать 20 экземпляров различных растений для гербария. Вначале класть их в газеты и потом расправлять правильно, чтобы потом пришить на ватман. И потом расписать, допустим, как на латыни будет. Допустим, там сибирское растение будет, там пинтус сибирика, то есть. Вот. Также вид, семейство, где собрали. В это время студенты второго курса открыли охоту на насекомых. Жуки, стрекозы, бабочки, пчелы – каждый экземпляр ценен. Главная цель молодых исследователей – выяснить, насколько сохранилось разнообразие природного мира территорий, где производится добыча нефти и газа. Сейчас на базе кафедры НВГУ реализуются сразу три международных проекта с учетом опыта и лучших практик Евросоюза. Международные проекты направлены на изучение не только нашей флоры и фауны, биоразнообразия и оценки, но еще и привлекаются лучшие практики и опыт Европейского Союза. Поэтому на первом этапе реализации летней школы к нам приезжали ведущие европейские эксперты. Образовательная программа летней школы рассчитана на 108 часов. В ближайшие дни студенты займутся практическими работами. На следующей неделе их ожидает необычный полевой семинар. Эксперты расскажут об информационных технологиях в изучении биоразнообразия на территории Югры. Собранные данные исследователи загрузят на международные порталы. Так доступ к ним получат не только жители России, но и ученые, проживающие за рубежом.